Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой вещи, как неистинное биполярное расстройство. Очень часто мне звонят, особенно молодые девушки, и описывают, что они уже стоят на учете у психиатра. Им назначили какие-то препараты, такие сильно действующие, медикаментозные, не буду здесь рекламировать, говорить какие. Но, в общем, рецептурного плана имеются в виду тяжелые препараты. Значит, психика у такого человека разболтанная, люди не могут спать, не могут есть нормально, не могут. Очень часто у таких людей сбит режим сна и бодрствования. Им пишут, что у них биполярное расстройство. Действительно, это биполярное расстройство, оно имеет место там быть с точки зрения клинических симптомов всех. Такое действительно есть. Кому интересно, что такое биполярное расстройство, смотрите мое видео об этом. Я думаю, либо подсказка сейчас всплывет, либо там внизу где-нибудь в комментариях будет в описании видео. Ссылка на видеозапись в подсказочках в конце видео, пожалуйста. И получается, что человек, имеющий клинические все симптомы биполярного расстройства, оно получается иногда неистинным. В каком плане? Истинное биполярное расстройство все-таки сформировано за счет... Где-то есть теория, что нарушение мозговой активности какое-то серьезное есть, да? Или, может быть, за счет спектра наложенных психотрам, других заболеваний. То есть, это психологический, психиатрический спектр такой. В неистинном плане мы видим то, что очень высокий ДГТ. И высокий ДГТ, он, соответственно, вызывает сильное, агрессивное, такое повышенное, маниакальное такое состояние. Что очень похоже как при биполярном расстройстве. Так, как у девушек ДГТ колеблется, в зависимости, немножко может зависеть от циклов и так далее. То есть, если у мужчины уровень ДГТ все же стабилен, но тоже может приводить к маниакальным фазам, то у женщин он немножко плавает. И, соответственно, от этого мы получаем побочные эффекты. Поэтому, прежде чем поставить себе диагноз биполярное расстройство, или какой-то психолог вам поставил, убедитесь, что дегидротестостерона, сейчас я все это еще продублирую внизу, напишу, что это за анализ. То есть, это форма тестостерона. Есть такая в крови альфа-редуктаза, которая пилит постоянно наш тестостерон. В том числе распиливает его на ДГТ. И уже получается, что ДГТ у нас высокий. Это повышенное возбуждение. Иногда повышенный рост волос, если он совсем вверх ушел. У женщин повышенный рост волос. И получается таким образом, что человек верит и думает и лечит биполярное расстройство. Хотя, ему нужно просто лечить причины повышения ДГТ и снижать само ДГТ. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!